Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем я вам желаю всякой радости, всякого блага, всякого счастья, мира, терпения, любви, добра в души ваши, в сердца ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей, чтобы все у вас было хорошо. Всем вам желаю доброго денька, начало его или конца, или серединочки и хорошего настроения. Как я обещал, сегодня запишу ролик о блуде, прелюбодеянии, можно так все это назвать, о супружеской измене, как это по-русски говорится. Я не зря записал такую серию роликов о помыслах, о мужчине и женщине. Я, в принципе, точно такой же ролик, естественно, записал, когда сейчас читал второй круг Нового Завета, в частности, Евангелие от Матфея, в частности, Нагорную проповедь, откуда и есть это известное место. Давайте мы сегодня его почитаем. Но я решил, так скажем, дубляжом практически, потому что кто смотрел меня на Библии, на Христалю Библии, чтение и писание, все это слышал. Нового я вряд ли что-то скажу, единственное, некоторые, может быть, другими картиночками дополню. Вообще, именно, кстати, здесь я хотел более в свободной форме сказать, а сейчас могу сказать, что у меня за основание, так скажем, для проповеди, вы знаете, я в интернете, ну, когда, ну, ленту я ВКонтакте обычно смотрю, и всплыла такая вот картиночка, не знаю, кто ее там лайкнул или что, потому что в новостях видно, кто что делает. И вот такая вот, такой вот католический, наверное, преподобный увидел, как, ну, у него чуть шляпку не сдуло, а у девушки платьице поднялось. И, ну, она, правда, была черно-белая, такая невзрачная, как-то урезанная. Я нашел, видимо, оригинал в интернете, я знаю, как это делать. Сейчас есть такие сервисы, где можно картинку загрузить или дать ссылку, она тебе выдаст все возможные, где это оригиналы. Вот, и вы знаете, у меня благодаря этой картинке прямо сразу лампочка в голове, бац, вот на эту тему я давно хотел говорить. Сейчас скажу, я говорю, в принципе, на Матфея уже записал, кто хочет, и там можете послушать, найти конкретно на эти стихи мое чтение. Вот, сейчас мы с вами его обязательно прочтем. Это у нас... Так... Это у нас Евангелие от Матфея, я говорю, кто знает, конечно же, должны все знать, это Нагорная проповедь Матфея, 5 глава, с 27 по 30 стих. Но там дальше тоже идет о разводе. О разводе мы сегодня как бы трогать не будем, но чтоб смысл вы понимали, да? Да? Не все тело твое было ввержено в гиенам. Ну, я еще раз говорю, позволю себе напомнить, что дальше, кто в курсе, речь идет о разводе, да? Господь вспомнит, как он вспоминает Ветхий Завет, а не при любодеянии, да? То же самое он вспомнит о разводе и даст свой ответ на то, может ли человек вообще сочетать людей, разводить, да? Я сегодня преследую, конечно же, не одну цель, а сразу несколько. И вот одна из таких целей, это, конечно же, ответить на это местописание, потому что, к сожалению, 90, наверное, 5% христиан не понимают этого места. Я вам скажу, занимаются полной ерундой. Я об этом говорил, в принципе, и вот на том ролике, что, вы знаете, очень странно. Мы сами не исполняем заповеди Иисуса и при этом проповедуем Евангелие. Ну, с протестантами все ясно, у них все просто. Ты, неважно, грешен ты, не грешен, ты спасен по вере. Бог покрыл всю твою грешность своей праведностью, и ты можешь жить как хочешь. Это спасение нетеряемое, оно тебе просто дано, так как Бог есть любовь, ты можешь быть сущим сатаной, Бог тебя спасет. Когда они начинают мне тыкать, что нет, уже слишком извращаешься, я говорю, не надо мне рассказывать о этой сказке. Я ваше учение изучал, всех ваших проповедников слушал, я знаю, о чем я говорю. Это именно так. Но, к сожалению, или, ну, к ихнему сожалению, к моему, допустим, счастью, Евангелие Иисуса Христа, оно намного проще. И намного истиннее, точнее, абсолютно истиннее. Потому что оно в том, чтобы человек стал святым. И заповеди Иисуса, которые он, кстати, заповедал исполнять, а не потому, что вы примете Духа Святого, и они сами начнут вас исполняться. Иисус никогда этой ахинеи протестантской не учил. Что говорил Иисус? Исполняйте. Если ты вот так вот делаешь, вам сказано, не при любодействии, а я говорю даже, кто смотрит на женщину с вожделением, да? Это важно понять. Это я как себя предисловиваю о том, что Иисус заповедал нам самим, своими силами, исполнять его заповеди, чтобы стать святыми. Это очень важно понять. Ну, понятно, если вы протестант, если вас это не интересует, можете выключать этот ролик. Вряд ли вам это нужно, у вас уже все хорошо, к вам это не относится. Я говорю о тем, кто действительно хочет понять в себе, он действительно свят неправедностью Христовой, а сам по себе, он действительно святой или нет? Он праведен или нет? Он в этом плане хотя бы, вот о том, чем мы сегодня будем говорить, он безгрешен или нет? Кто может сказать, что к нему не приходят сексуальные мысли? Даже не видя перед собой женщину или мужчину своей мечты, так скажем, да? Ну, кто может сказать, что к нему не приходит? Вы можете мне, конечно, писать и говорить все, что угодно, но я такой же человек, из такой же крови и плоти, как и вы, а вы из такой же, как и я. И поэтому я по себе могу судить, что такие мысли приходят к каждому. Вы знаете, при этом я считаю себя святым в этом плане. Я считаю, что я исполняю заповедь Иисуса, вот эту вот в частности, и ее проповедую, исполнять. Я слышал, вот таких вот, я говорю, с такими бородами, или даже бритыми. Я говорю, в два раза старше меня по телесному возрасту. В четыре раза, в три-четыре раза старше меня по христианскому возрасту. Я десять лет как покаялся, эти люди, так же с тридцати, уже им под шестьдесят, под семьдесят. Я говорю, они в два раза старше меня. И что они говорят? Ну, мы все грешны, но это невозможно исполнить. Я говорю, слушайте, вот ты десять лет или тридцать лет христианин, как это невозможно исполнить? Ты это исполнить должен был на следующий день, как это услышал. Естественно, православная католическая пилюля – это сходи к батюшке под полотенчиком, покайся, поплачь, и Бог милостив должен простить. Пилюля протестантов – не переживай. Бог – любовь, спасение тебе дано по вере, живи спокойно. Ну, ничего страшного. Это невозможно исполнить. Это чушь собачья. Вы знаете, я, честно, настолько в мире оскудел и здравое учение, что просто поражаешься. Хочешь найти действительно ответы на свои вопросы, их негде найти даже. Так реально это исполнять или нет? Если Бог, написано, что человек за такие помыслы, как многие думают, достоин огненной гиены, Иисус здесь не сказал, что я покрою вас своей благодатью. Иисус на горной проповедь не говорил, что когда вы будете в этом погрешать, вы будете до конца жизни ходить к батюшке под полотенчиком и к пастырю просто так высказать свои недоумения, потому что это у вас не получается. Но Бог покрыл тебя своей благодатью, и все будет хорошо. Разве Иисус такому учил? Нет. Иисус говорит, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, достоин огненной гиены. К сожалению, эти слова просто не понимают люди. Не понимают, извращают, извращают их, извращают их понимание, извращают то, что надо делать, не понимая, что тут написано. Что я говорю, придумали полотенчика, под которым ты вечно грешный будешь, привязанный к культу, придумали это спасение по вере, о котором ты, правда, слышишь тоже каждое воскресенье. Поэтому тебе нужно ходить, чтобы убедиться, что ты точно спасен по вере, иначе ты об этом почему-то жизнь тебя разубеждает в обратном. Потому что нормальный чистый человек начинает задумываться, слушай, если я грешен, то в чем суть-то Евангелия? Неужели в том, что я грешник и просто буду в Царстве Небесном, буду весь в проказе, но покрыт брачными одеждами? Разве это так? Буду страдать внутри, но типа делать счастливый вид снаружи? Конечно, нет. Ну, сегодня мы коснемся двух вещей. Во-первых, что извращают это место, говоря о том, что речь идет о блуде. О блуде, как всем известно, это типа несемейные люди, мужчины, не имеющие жены, и женщины, не имеющие мужа. И эти люди, помышляющие о человеке, об особе, как хотите, о противоположном поле, уже блудят в сердце своем, взглянув только на женщину с вожделением. Это ложь, это я скажу сразу. Это мои слова подтверждят не только истины, которые у вас в сердце, если вы задумываетесь, вы это поймете. И еще, естественно, сейчас я покажу вам, мы почитаем другие переводы. Знаете, на другой чаше весов, всегда цинодального перевода, ему равны, так скажем, по силе, по признанию, по всему. Это новый русский перевод. Я, кто об этом знает хорошо, кто нет, можете обратиться к роликам на моем канале или попросить всегда в комментариях. Я дам ссылки, где я рассказываю о Библии, о переводах. Вот новый русский перевод, сделанный международным уже библейским обществом. Если синодальный сделан российским, то сделан международным. Они одинаковые по силе, по признанию. И вот благодаря им мы можем действительно всегда встречать истину с ложью. Тоже очень важный момент, что если мы там видим уже разногласия, этого достаточно, чтобы сделать правильный вывод. Это раз. То есть мы поговорим два. И второе, что какая разница, это действительно относится к семейным людям. Это раз, мы к этому сейчас придем. Но даже семейные люди, что идут в гиену огненную, смотря на женщину только с вожделением. То есть сексуально, как это подают, по крайней мере, что такое вожделение. Комментарии и толкования вы найдете всегда одно, это фантазии. Фантазия. Естественно, фантазия связана с желанием. Ты же желаешь. Я не зря пришла в фантазию. Вы знаете, я когда смотрю на женщину, которая не в моем вкусе, у меня даже фантазии никакой не приходит. Разве я от этого свят? Нет. Естественно, мне нравится, грубо говоря, там, ну пусть 5% женского населения. Вот каждая, получается, 20, каждая 20 мне нравится. В моем вкусе. Так положил Бог. Это даже нельзя сказать, что она красивая или некрасивая. Она в моем вкусе, это заложено внутри. У нее этот ответный магнитик и у меня. У нас разные магнитики у всех. Потому что почему-то ему она нравится, ты сможешь слушать, как она ему может нравиться. Но ты не можешь сказать, что она некрасивая. Она просто не нравится тебе. Тебя к ней ничего не тянет. Вот. Толкования в основном такие. И это ложь. Ну, давайте первое, первое, что мы сделаем, это разрушим миф о том, что это относится к незамужним и неженатым людям. Читаем с вами, что мы читаем. У вас на экране открыто. Это новый русский перевод этого же места. Что мы с вами читаем? Вы слышали, что сказано, не нарушай супружескую верность. Вот вы знаете, люди сразу перевели здраво. Потому что меня очень долго, некоторые даже люди в одно время, меня пытались переубедить, что при любодеянии ей блуд. Это одно и то же слово в Писании. И в частности, вот в этом месте от Матфея. Я говорю, слушайте, вот вы такие умные. Ну, вот новый русский перевод тоже составляли великие мужи, так скажем. Да, может быть, жены, я же там не помню. Там я и не изучал всю комиссию. Ну, неважно. Мужи и жены. Это не один человек делал. Это действительно авторитетные, такие же, как и синодальный перевод. Тоже достойный, и все сейчас в современном мире, естественно, пользуются. Ну, почему-то вот эти люди, исповедующие Евангелие, плохо или хорошо, христианство, пусть с извращенными пониманиями спасения, о черном-белом нетеряемом спасении по вере. Ну, люди перевели вот это место. И написали сразу, не нарушай супружескую измену. Скажите, пожалуйста, я или мне подобные небрачные люди, мужчины или женщины, к ним какое-то отношение иметь? Не нарушай супружескую верность. Вот это вообще ко мне относится. Я кому-нибудь давал обет верности. Так у меня нет супруга. Супруги, соответственно, у меня супруга, у женщины. Но тут люди почему-то прямо написали, что лечь идет. О ком? Что в Ветхом Завете. Это же про Ветхий Завет, кстати, да? Кто в курсе-то? Не нарушай супружескую верность. Не изменяй. Не прелюбодействуй. Не нарушай супружескую верность. Так. Ну, хорошо. Я слышал, так мне начинали, когда походы. Я очень часто люблю разбивать чужие лжеучения. Знаете, когда беру прямо место, я знаю, что мы подведем к итогу, к истине, которую я ему открою. И человек начинает мне, но он же вырывает, и начинает мне доказывать. Я говорю, слушай, я вам говорил, первое такое самое сильное искажение идет от того, что просто люди вырывают из контекста. Не дочитывают. Ссылаются лишь на один перевод, действительно, когда это просто люди исказили. Так подали нам. Чуть ли не перевели, а получается, не перетолковали. Вложили, вложив в это определенный смысл. И ты упираешься в слово, а зная другие места, даже достаточно, ты понимаешь, что идет конфликт. Значит, ты должен выбрать истину, понять ее. Хорошо, мы читаем дальше. Я же говорю вам по новому русскому переводу. Кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своем сердце. Это же не я вот перевел. Это, я говорю, известный по силе, равный синодальному переводу, новый русский перевод, сделан уже международным, всемирным российским библейским обществом, как и синодальный, сделан российским библейским обществом. И то там под контролем синода, под типографией вот этого российского, да, определенными людьми. Ну, сейчас не о переводах, а то я так уклонюсь, да, мы сегодня с вами говорим о других вещах. Это уж кому надо, отдельно разберитесь. Пожалуйста, люди переводят конкретно супружескую верность. Я говорю, вы знаете, да, можно было бы сказать, что это, когда по синодальному читают, а всякий, то есть вам сказано не при любодействии, правда, опять, типа не блуди почему-то читают, а я вам, а всякий. И всякий, типа, это уже всякий человек, типа не супруги, слушайте. Ну, потом написано, Иисус опять повторяет, а всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже спрелюбодействовал. Если бы не было этого второго слова, я говорю, ну, ваши теории будут работать только если вы при любодействии смешаетесь с блудом. Это разные слова абсолютно. Человек состоящий, знаете, человек состоящий в браке, не состоящий, а два разных человека. Еще апостол Павел писал, у них забота разная. Замужний, женатый печется семейным, а холостой вообще другом в жизни за себе голову забивает. У него нет этих проблем. Вы знаете, поэтому смешать блуд с прелюбдеянием, это просто немыслимо, лично в моей голове. Это огромные вещи. Женатый человек, замужний и холостой человек. Что дальше Иисус говорит? С этим, я надеюсь, разобрались. Речь идет о супругах. Вот, пожалуйста, вам переводы достойные. Причем это я, как новый русский, беру основания. Действительно, есть же еще и другие переводы. И все в основной массе перевели уже прямо супружескую верность. Не нарушай супружескую верность. Что там, что там, во всех словах. Почитаем, как дальше тут написано. Если твой правый глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенному в ад. Если правая рука твоя влечет ко греху, то отсеки ее и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем твое тело пойдет в ад. В принципе, я вам скажу, что здесь, что влечет, что соблазняет, или вожделение. В принципе, это слова, можно сказать, здесь как раз приблизительно одинаковые. О чем говорит Иисус? Вот я не зря эти картинки сделал. Сейчас я вам еще другую покажу. Ну, вы их видели в синодальном переводе. Влечение, вожделение. О чем говорит Иисус? Вот смотрите, Он говорит, если это так, то тебе лучше. Причем, кстати, эти слова невозможно интерпретировать духовно. Правую руку, правую ногу. Иисус, в принципе, я вам скажу, что реально предлагает вырвать себе глаз и отрубить себе руку и ногу. И я с Ним полностью согласен. Что такое вожделение? О чем говорит Иисус? Иисус говорит о прямом грехе уже в сердце человеческом. Причем грех, между которым, между грехом и действием, мгновение. Грубо говоря, просто вас разделяет время. Ты посмотрел, ты пожелал. Ну, вы прошлые ролики мои, говорю, кто хочет, посмотрите, чтобы было понятно, да? Что такое помысел? Что такое мысли мои? Что такие мысли от дьявола, да? Это важно. Я тот, кто стоит над всем этим. Вот то, что я выбираю. И неважно, какой мы сейчас пример возьмем. Вот это вот вожделение, да? Влечение. Это же опять даже вот этот русский перевод. Это же перевод только. Конечно же, Иисус говорит о том, что ты уже, когда ты положил в сердце своем согрешить. И на самом деле Иисус подразумевает, что ты сделаешь этот грех. Он говорит, ты уже прелюбодействовал в сердце своем. Тебя лишь до дела отделяет лишь время. Ты увидел на работе, допустим, да? У тебя жена, есть работа, ты работаешь, новая сотрудница. Ты положил в сердце своем, да? Захотел ее, захотел познакомиться. Все. Тебя лишь отделяет время от звонка. Ты уже взял ее номер, может, там, на работе, может, ты начальник. Может, у вас общий есть список номеров, неважно. Вы там все сотрудники, всем известные, не скрываются, да? Ты уже решил. Все. Тебя отделяет только позвонить, позвонить, встретиться, встретиться и изменить. Иисус говорит, когда ты так будешь делать, то лучше, говорит, себе руку отруби. И я с Иисусом полностью согласен. Если замужний и женатый человек уже реально захотел изменить, уже вот звонит ей, то лучше, действительно, отруби себе руку. Это страшный грех. Тем более, всегда этот грех, вы знаете, Господь постоянно, вы знаете, излюбленное слово Иисуса. Это лицемер. Гробы окрашенные, внешние праведники. То есть, вы знаете, человек, что такое вот прелюбодеяние, особенно скрытое, образно говоря, да? То есть, ты внешне продолжаешь сделать из себя праведничкой хорошего, врешь своей жене, своим родителям, ее родителям, детям и так далее. Ты просто окрашенный гроб. Ты сам мерзость, а снаружи ты святой. Это действительно, ты просто идешь в ад. Реально. Это уже гиена огненная у тебя в сердце, и, естественно, ты будешь там, чего ты достоин. Неправедной благодатью ты там покрываешься. Никакими покаяниями под полотенчиками у батюшки ты не спасешься. Та мерзость, которая у тебя внутри, при суде Христовом, ты же христианин, станет открыта каждому. Это просто будет на твоем теле все, вот и все. И здесь Иисус прямо говорит, делай, что хочешь, только не твори этого греха. Я с Иисусом здесь полностью согласен. Абсолютно реальная заповедь. И вот скажите мне, пожалуйста, разве можно не исполнять такую заповедь? Конечно, можно. Я единственное всем говорил, слушайте, если это относить к холостым людям, мужчине и женщине, да? Сейчас я вам еще один слайд покажу. Как раз переходим опять к холостым. Мышка далеко не срабатывает. Ой-ой-ой. Вот так вот. Если уж относить это к холостым, я, во-первых, хочу сказать, вот красивая женщина, да? Идет у нас вот такая она красотка. Я вам хочу сказать, какая у нормального, здорового мужчины, я про себя там тоже говорил, будет реакция. Я, кстати, вот этого преподобного ни капельки не осуждаю. Вы знаете, даже если он замужний, ой, женатый, в том плане я его не осуждаю. Что это нормальная реакция, я вам честно скажу, и вы сами все это знаете. Я просто, в отличие от многих, не лицемерю. Не публично, не в лицо перед Богом, который в сердце моем, да? Я говорю с ним лицом к лицу и не прячусь от него никогда. Вот знаете, нормальная реакция здорового мужчины будет именно вот такая вот. Холостого тем более. Вы мне ответите, пожалуйста, на вопрос, а как вообще мужчина подойдет к женщине и захочет с ней брака сочетаться, создать семью, если у него никакой реакции на нее нет. Я и собираюсь сделать семью, потому что она мне тоже понравилась, естественно. Вы знаете, я вот говорю, когда у меня такое происходит, и я хожу по улице, я вижу прекрасных женщин, девушек. Дабы самому уже под сорок, да? Вот. И женщины, и девушки. Ну, красавицы, и что? Я только радуюсь. Вы знаете, мы все время очень любим говорить, что человек – это образ и подобие Бога. Ну, я, по крайней мере, да? И я удивляюсь, почему я должен смотреть на все, что угодно, кроме как на человека. Вот женщина. Она прекрасна. Эта реакция, я говорю, я благодарю Господа моего и Бога нашего, что у меня эта реакция есть. Потому что я здоровый мужчина, и душой, и телом. У меня нормальная реакция. Я холостой. Естественно, я женщину увидел прекрасную. Увидел прекрасную ее спереди. Посмотрел, прекрасна ли она и с задней стороны. Я благодарю Бога, что у меня такая здравая реакция. А какая у меня должна быть реакция? Я должен вот так вот куколь на голову натянуть, да? Или что? Или вообще я должен ничего? Я вот, я говорю, я вот холостой, допустим. Как это к холостым относится? Вы знаете, когда я увидел, конечно же, в голове мои разные мысли промелькнули. И красивые, романтические, как бы я подошел, как бы мы на свидание пошли. Разные, сразу слайды в голове возникают. Ну, и вплоть до сексуальных, конечно же, фантазий. Вы знаете, я не борюсь в том плане с этими мыслями. Я не считаю их греховными, потому что это нормальные мысли моего здорового, умного сердца, из которого исходят эти помыслы. Другой вопрос я вам скажу. Как это единственное место можно применить и к людям холостым? Вы знаете, здоровый мужчина, я говорю, пройдет дальше. И действительно, ну, либо он может захочет познакомиться, вот именно потому что его к ней потянуло. Либо пойдет дальше, как вот я иду, и через пять минут, вы знаете, я обо всем забываю. Ну, посмотрел, ну, красотка, ну, красивая. Ну, и что? Ну, возникли у меня эти мысли. Так и слава богу, я говорю, что возникли. Мне неохота по какой-то причине знакомиться. Я говорю, я вот, в принципе, живу безбрачной жизнью, так скажем. И, в принципе, меня все устраивает. Потому что, как некто говорил, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Вот вы знаете, я, глядя на семейных людей, что-то не совсем уверен, что это вообще счастье. Ну, а вплоть Господь положил это. Вплоть, я подразумеваю, даже помыслы сердца. Это же есть. Есть. От этого никуда не деться. Другой вопрос, что действительно, вы знаете, это можно применить к насилию, к насильникам, в прямом смысле слова. Если ты с собой не можешь совладать, то тут, действительно, Господь сказал, если ты сможешь с вожделением, и это доведет тебя до греха насилия, допустим. Есть же и такие, действительно, я ничего не говорю, есть больные люди. Вот тогда тебе нельзя смотреть. Вы знаете, мои мнения, мои проповеди, мои слова, мое мирозрение, то же самое, всего касается абсолютно алкоголя, я говорю. Если у тебя от пробки понюхать, голову сносит, тебе вообще нельзя даже смотреть на нее в магазине. Это так. Поэтому и здесь то же самое. Если у тебя действительно что-то не того, и ты, посмотрев на женщину, ты не можешь с собой совладать, готов взять женщину силой, причинив ей боль, не радость, физическое общение, духовное общение, а чтобы причинить себе радость, а как ты ее причинишь, если она не хочет, и ты будешь ее насильно принуждать себе доставлять удовольствие, в любом варианте, неважно, даже просто посидеть напротив за столом, подержав за ручки. И тогда вырви себе и глаз, и отрежь и ухо, и голову, и руки, и ноги. Наша свобода и наша Богом данная, так скажем, возможность и суть жизни получать удовольствие заканчивается там, или наша свобода, как это говорят, там, где начинается свобода другого, или горе, или слезы. Ты можешь получать удовольствие в этой жизни, так скажем, любым способом, но это заканчивается там, где начинаются страдания другого человека. Ты не за счет страдания другого получаешь удовольствие. Вот и все. Это единственное, как можно применить эти да-да-да. Если у тебя вдруг такие мысли полезли, тут делай, что хочешь. Во-первых, мысли выкинь эти господства над ними, выкинь их из своего сердца. Грех этот за дверь. При дверях грех всегда лежит. Вы знаете, любой человек может и убить человека другого, вот именно, в теории. Может, может. Ну, там, если иметь физическую, допустим, возможность. Вот. Так что вот так вот. Вот такой вот мой вам ответ. Не знаю, уразумеет ли все это. Это все вот это вот, это здравая реакция. Единственное, я говорю, вот тут не зря есть разные картиночки, а вот это, извините, парень идет, мужчина, муж со своей женщиной, да, и смотрит на другую, ухмыляясь. Конечно, это бред, это непозволительно. Ну, как ты сделаешь своему ближнему боль? Муж или жена, да? Вот. И то, я говорю, я не зря, кстати, вот эту картиночку взял. Это же форс-мажор. Это же случайное обстоятельство. Ну, ветер, видно, что у самого преподобного, как их, по-моему, называют, у католиков, у него у самого шапку сносит. Поднялся ветер. Шла мимо прекрасная женщина. У нее юбка начала задираться. Ну, что тут такого? Ну, естественно, у него автоматически, у нормального мужчины это случилось. Это могло бы случиться, даже если бы шли вот такая вот супружеская пара. Потому что это нестандартная ситуация. Он не просто повернулся. Здесь вообще показано, я говорю, такой форс-мажор, понимаете? И индивидуальный случай. Он не просто мне посмотрел, а с ней что-то случилось, что ветер нам стал поднимать платье. Это как бы, знаете, это как цирк. Вот хлеб и зрелищ. У человека автоматически на это есть реакция. Вопрос, что человек с собой делает потом. Это очень важно. Многие вещи у нас срабатывают инстинктивно, раньше, чем мы подумать успеваем. Ну, про мысли я уже вам говорил. Как там эти, кто-то пытается с мыслями бороться, типа там монахов тех же самых. Я говорю, слушайте, вот как они мне интересно будут с ними бороться, если это природа. Над своей природой Господь говорил, ты волосы не можешь свои сделать черным или белым. И роста себя прибавить хоть на сантиметр. Природ, ты можешь господствовать над ними мыслями. Потом с ними что-то делать. А сами мысли, которые раньше времени возникают, как ты можешь осудить эту мысль? Или прекратить, если она еще не родилась? Она автоматически рождается в сердце. Так Господь положил природу. И плюс еще извне. Но под нашей кожицей нам кое-кто там нашептывает. Ты человек, тот, кто господствует над этими мыслями. И какой из этого ты делаешь вывод? Я говорю, то, что... Я говорю, вы знаете, можете брехать себе сколько угодно. Мне не надо эти байки. Мужчина, какой бы он ни был праведник и любящий свою жену, бизнесмен или просто руководитель. Вот у него в подчинении контора у него там 10 человек. Из них половина женщин. Очередная пришла. Возможно, в его вкусе. Просто пришла человек. Это от него будет зависеть, как он будет с ней себя вести. Каждому человеку на земле нравится не один человек. Не один. А намного больше. Вы можете, я говорю, себе врать, богу врать, мне врать не надо. Можете даже в комментариях подобные вещи не писать. Я такой же человек, как и вы, из крови и плоти. Мы все одинаковые. Соответственно, я по своей жизни, причем я это считаю здравым вещами, потому что рассматривая жизнь, ты понимаешь, что это нормально. Именно благодаря этим вложенным природным чувствам, инстинктам, как хотите, движениям тела и сердца, мы и друг к другу тянемся. В этом и любовь проявляется. Вопрос, что Господь разные пределы положил, как я уже это рассказывал, по створению мужчин и женщин, чтобы мы в той же самой верности подвязались. Вот и все. А иначе мы не исполняем просто заповеди Иисуса. Я вам сразу скажу. Мы извратили целиком Евангелие. Если вы спорите с тем же самым, что я говорю, попробуйте дайте нормальный ответ, который есть в Евангелии. Не то, что вы там придумали, что можно грешить и ходить под полотенчиком батюшки, и через пять минут выходя в этой же стоя церкви, в храме вашем, в капище православном, там, католическом, стоят такие же девицы, стоят такие же ребята, они смотрят и через секунду согрешают, не успевая поднять свою голову из-под этого полотенчика. Я говорю, кому вы будете это рассказывать? Это же девица может испытывать чувства к этому же самому батюшке, потому что там далеко не все старые и уроды. Меня тоже пророчествовали в батюшке. Я думаю, не самый уродливый бы батюшка получился бы. И мне интересно, как бы я исповедовал своих овечек, и что бы они ко мне испытывали. Это бред полный, если мы думаем, что вот эти возникающие мысли, здравые мысли, когда ты смотришь и думаешь, какой красавчик, какая красавица, а как ты оценивать будешь, когда ты будешь себе, как говорят, вторую половинку искать? Каким образом? Если в тебе этого не будет, это в тебе есть. Это возникает не бац, вот я решил, и у меня хлопнуло что-то. Нет, это сначала возникает, а потом я решаю, как мне со своими чувствами и помыслами, и сердце исходящими поступать. Это очень важная, огромная разница. Поэтому то, что говорю я, складывается с Евангелием. То, что несут вот эти горе-проповедники, это, конечно, полный бред. Я говорю, на вас вешают грехи. Именно отсюда все эти лживые учения. Лишь бы это как-то надо, это оправдать, не понимая, собственную ложь. Сами заблудились, потом этим заблуждением пытаются лживые оправдания найти, и это не работает. Я говорю, слушайте, Иисус в начале этой Нагорной проповеди, и вообще вся красная линия его учения, это сотворите и научите. Он два раза скажет в этой Нагорной проповеди, миллион раз скажет в своем Евангелии во всем. Это же будут говорить его ученики. Слушайте, если мы не сотворили эти, мы кого учим? А как мы можем учить? Ты будешь это проповедовать, тебе с другой скажешь, слушай, ну а ты сам-то как соблюдаешь это, получается? Ты скажешь, ну я вот грею, и ты начнешь это уже не евангельскую лапшу вешать человеку на уши. Ну надо к батюшке ходить покаяться, или даже дома каждый день рыдать. На женщину посмотрел, тут же раскаяться, поплакать перед Богом, бить себя в грудь. Как ты не сделаешь? Да ты через секунду на нее уж посмотришь, у тебя та же самая мысль возникнет. Как духовно этот глаз, эту руку еще можно рассмотреть? А вроде сказал, нет, потому что Иисус прямо говорит. Ну естественно, вот я рассказал вам, понятны многим, может быть близкие случаи, на работе, я говорю, вот у тебя женщина, тогда сделай, что хочешь. Если это твоя сотрудница, можешь ее даже не принимать, увидишь тебя к ней, у тебя жена, тебя тянет. Что такое глаз? Убери со своего взора это. Я говорю, действительно, если ты соблазняешься, ну я в принципе сказал, вы дальше сами можете развивать все эти темы. Я говорю, ты идешь у тебя, или ты понимаешь, что ты можешь сорваться. Хотя, если честно, я этого немножко не понимаю. Если ты такой слабак, Господь говорил, не испытан человек, не искусен. Ну это есть, вернее, такая общая мысль христианская, да, ну по сути отражает Господний план на нас, чтобы мы научились быть святыми. Господь змею, которая пропазла в рай, не убил в голову, не поразил ее. Не испытан человек, не искусен. Человек обладает свободой, господствует своими мыслями. Вы знаете, можно общаться с любыми людьми и не кидаться на них. Если ты такой, то задумайся, может быть в тебе что-то не так? Если ты не можешь ни совладать с собой, ни изменять своей жене, не потому что нет соблазнов. Не потому что ты живешь в монастыре. Потому что ты живешь, и вот именно, и можешь не лезть на чужую жену, не насиловать ничейную, чью-то дочь так назовем, да, ничейную жену, но чью-то дочь. Если ты этого не можешь, слушай, ты что, под законом будешь всю жизнь жить? Царство небесное – это царство свободных людей. Способных, представляете, не причинять ближнему вреда, да. Мне говорят, я не могу отказаться от мяса. Я говорю, слушай, ты от убийства не можешь отказаться. Ну тогда другой скажет, я не могу отказаться, вот не насиловать. Другой, да, говорит, я не могу не изменять. Опа. Как это так? Вот и все. Так что поймите это. Не хочется, чтобы многие меня услышали. Вот. И поняли, что никакого греха в сексуальных фантазиях, так скажем. Не который ты смакуешь, бессмысленно, понятно дело. Что ты мимо прошел, что тебе смаковать? Ну ты или подходи к ней, знакомься, общайтесь, женитесь там, что хотите делать. Ну а что ты, ну что ты будешь идти разжигаться, что тебе это даст? Вот у меня на чужую женщину табу всегда, если она же жена чего-то человека. Да у меня это, причем было, вот я говорю, до покаяния-то, заметьте. Как это так вот, да? А еще изменяют, вот именно, двое. И у одного семья, и у другого семья, и еще изменяют вместе. Да я как холостой в себе этого не позволяю, да? Когда казалось, получается, я никому не прелюбодействую. У меня некому изменять. Но я понимаю, если это чья-то жена, как я, как это вообще возможно? У меня это не складывает. Как можно изнасиловать женщину? Как это возможно? И если у тебя, если ты борь, и я, знаете, я не борюсь с этими мыслями, вот не поверите. Причем, вы знаете, даже на замужнюю женщину у меня может возникнуть всякая мысль. Я говорю, я не властен над возникновением этих мыслей. Но эта мысль приходит ко мне, я ее спокойненько. Я говорю, не-не, это не мое. Мне это не надо. Это жена моего друга, любого человека. Да я спокойненько, я даже, мне, мне даже не оскверняет эта мысль. Я понимаю, что эта мысль не моя, это не мое чувство. Наоборот, когда она возникает, Господь говорит, возненавидь грех. У меня к ней отвращение к этой мысли, к самой мысли. Я понимаю, что это не я ее родил. Я говорю, вы каждый, кто в себя посмотрите, вы поймете, что вы – это тот, кто господствует над этими мыслями. И когда мне такие мысли приходят, я вам даже не могу сказать, что это одно дело фантазия, ты желаешь, другое дело мысль, насилие над женщиной. Ну, вы знаете, может, в голове и рисовалась эта картинка. Вот тут я вообще сказал, что это даже не мыслимое у сердца, а, по-моему, это вот тот, кто слева, там справа, кто как, говорит, сидит. Да потому что, да я вообще себе мысли не мог представить, чтобы я делал человеку сознательно боль. Еще и от этого получаю удовольствие. Человек все делает ради удовольствия. У меня, естественно, это, это, ты думаешь, что это вообще здорово? Нет, это неестественно. Ну, вы знаете, в принципе, я могу сказать открыто, что, наверное, у меня такие были мысли, но это не мои мысли. Я за них даже никогда не каялся, это не мое, я сразу, ты что, ты что, ты что. Это как будто кто-то мне предлагает. И у меня, я говорю, как говорится, блевать от этого начинает тянуть. Да как можно человека причинять боль? Вот там есть эти, я говорю, садисты какие-то, убийцы. Ты думаешь, господи, ты смотришь, это вообще здоров, здоров человек или нет? Вот так вот. Вот когда вы это поймете, то же самое при любодеянии. Если ты это понимаешь, если ты любишь своего, этого человека, как ты, какая бы она там красавица-расрасавица не была, да ты никогда не изменишь. Если где-то вы часто работаете, это я говорю вообще про мимолетные встречи, какие-нибудь там пьянки, как говорят, слушай, если ты над собой не это. Причем, вы знаете, я это говорю от опыта, вы что думаете, я хоть и не был женатым, но у меня были постоянные отношения, вообще было много женщин, и были постоянные отношения. И в постоянных отношениях, при всей моей, как меня называли, бледуном, я никогда не изменял, так скажем, никогда. То есть, с кем я был на какое-то время постоянно, пусть год-два, я не женился, но я никогда. И у меня не было с этим проблем, я спокойно отдыхал, где я, если любил этого человека, так скажем, пусть, как это говорит, временно, никогда я себе такого не... Мне даже в мыслях такого не было. Чтобы к кому-то притронуться, там, поцеловаться, я уж молчу про секс. Если я знаю, что у меня есть человек, который меня ждет, который меня любит, с которым мы вот так, образно говоря, договорились и дали обеды, хотя это просто было естественно. Ну, рассказывать мне про то, что, ой, да ты там не пожил 100 летней жизни, или там, вот, ты пожил 30 лет в браке, понял бы. Слушайте, боль человеку причиняешь ты, неважно, через год или через 10 лет. Я говорю, что ты, оправдаешь измену супружескую через 30 лет? Нет, ну ты разведись тогда, найди себе молоденькую, или как-то там, по какой-то там причине, я не знаю, или что. Или ты так, или как, как, поэтому это не аргументы, я говорю, неважно сколько это. Я знаю, что это в моем сердце. Я сознательно, боль человеку, никогда, я не буду никакие козни, я никогда не плету, там, знаете, за кулисами, как кого-нибудь там свергнуть на работе. Я сам, пусть не супер большим руководителем, но бывал, я всегда, мне это было все чуждо. Я всегда прямо всем все говорил, что думаю о работнике, или о равном себе, так скажем, в какой-нибудь должности, или с начальниками. Я всегда ровным, ну, поэтому я ничего не добился в этом плане. Я говорю, как думаю, и все делаю открыто, ничего там, никаких козней не плету. Не пользуюсь людьми, не пытаюсь там, что вот сейчас лишь бы там, и ой, это. Вот так вот. Так что, тут я надеюсь, вы поймете это. Одно дело дело, и это дело, надо единственное понять, Иисус правильно говорит, это уже в сердце. Потому что тебя разделяет лишь какое-то время. Ты позвонишь через час ей, ты уже положил на работе, да, вечерком ей наберу. Все. Тут можешь, что хочешь с собой делать. Лучше уволь ее, сам уволься. Я говорю, может быть, разное, там рассказал мужчина, начальник, могут быть разные ситуации. Вот. Наоборот, может быть, молодой парень и начальница там захотела, да. Вот, неважно. Вот тогда да, сначала можешь, так скажем, внешними инструментами. Вот это что такое, отсечение глаза, то есть убери с взора. Это руки, расстояние ноги, это на расстоянии руки, что ты можешь действительно прикасаться с этим человеком. Может, у вас какое-то общее дело, чуть ли, да, в одном кабинете там. Чуть ли не за одним столом сидите за разными компьютерами. Да, лучше тебе тогда вот так вот. А на край, я вам прямо говорю, как это, я думаю, говорил Иисус, действительно. Я это вижу, как он это говорит. Мы с вами-то читаем. Можешь себе руки с ногами рубить, если ты уже идешь туда. Вот так вот. Ну, надеюсь, что-то вам открылось, было интересно. Вот. Подумайте над этими вещами. Исполняем ли мы Христовы заповеди? Иисус нас призывал к святости. Он не призывал к нас ходить под полотенечко 30 лет, не живя по его Евангелию. Или покрыться его благодатью и так ее покрываться, будучи внутри полным беззакония и грехов. Нет. Вот. Если этот грех достойен огненной гиены, то надо подумать, мы правильно все понимаем? И живем ли мы? И святы ли мы по этой заповеди? Я вам скажу, что я свят. Так что вот так вот. Надо это все понять. Бог призвал нас к совершенству. Я говорю, ну ладно, на следующий день ты не скажешь. Возьмем год. Если ты через год не исповедуешь, что ты это исполняешь и других учишь, мы не христиане, мы сами ничего не делаем, не понимаем ничего и других. Не учим, не проповедуем и не учим. От избытка сердца говорят уста. Это очень важно понять. Все. На сегодня я с вами прощаюсь. Я говорю, надеюсь, вам была польза и отрада такие мысли послушать, услышать. Желаю вам изучения всего этого познания, истинной на опыте, святой жизни. И, естественно, когда будете сами так жить, то ваши дела уже будут говорить об этом. Ну и, естественно, уста откроются от избытка жизни. Все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Если считаете, что ролик кому-то откроет на это глаза, знайте, что делать. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok